Слово аш'ариты встречается в хадисах, в достоверных хадисах из Сахиха Аль-Бухари и Муслима, которые приводят имам Аль-Бухари и Муслим. А вы покажите мне слово салэфит или салэфиюн, или как вы их называете, или я не знаю, там, вот ученые Аль-Руссуновы называют, а вот о них покажите, что они. Он был прямым потомком по мужской линии, девятым правнуком. Вот этого славного сподвижника пророка Мухаммара, аль-Бухари, Аль-Бухари, назвал их следующими прямыми пути. Сам посланник Аллаха сказал, что они от меня и я из них. Из-за этого появляются люди безродного племени, которых вообще не знает никто. Какая родословная убритая мия. Расскажите, покажите упоминание хотя бы об их народах, об их племенах, хотя бы намеком, чтобы посланник Аллаха сказал что-либо подобное. То, что сказал Абумус Аль-Ашари, указывая на его народ, на его потомство, на тех, кто выйдет из этого племени и будет следовать тому, чему следуют они, в защите религии, исповедание исламской религии. Покажите что-нибудь подобное. Нет ничего подобного. Хафиз Ибн Асакир, о котором имам Аль-Бухари, 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 сказал Хафизу Дуния, что он является хранителем религии этого мира. Передается, сообщается от Абумуса Аль-Ашари, одного из сподвижников пророка Мухаммара, который сказал, Запомните, с самого начала, И первое слово Аль-Ашари, в хадисе встречается слово Ашари. Говорите, что хотите, рассуждайте, в каком хотите ключе, но покажите мне, в Аллахе, хотя бы одно упоминание о вас или подобных вам персонажах. Где? Вы же говорите Коран и Сулла, вот вам Коран и конкретно, вы говорите Ашари, заблудчивый, я говорю, слово Ашари встречается в хадисах, в достоверных хадисах, Иссахиха Аль-Бухари и Муслима, который приводит имама Аль-Бухари и Муслим. А вы покажите мне слово Салафит, или Салафиюн, или как вы их называете, или я не знаю, там, вот ученые Ахрисуны вы называете, а вот о них покажите что-нибудь, а я вам сейчас дальше зачитаю. Итак, посланник Аллаха, салли Аллаху, алейху асаляму, сказал, «Инна ла аш'арийин, ва истину аш'ариты, ида армалуу фиргазвы», когда их женщины становятся вдовами в ходе военных походов, когда мужчины погибают, или когда уменьшается провизия, то есть еда их семей в городах, в городе, они все, то есть собирают все, что осталось у людей, всю еду в одну посуду, затем разделяют поровну всю эту еду, делят между собой, «Фахумминни они от меня, и я из них», сказал посланник Аллаха, салли Аллаху алейху 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 асаляму. Далее, этот хадис приводит Исафиха аль-Бухари, и муслим, и так далее, и Сафиха аль-Бухари приводит под номером 2486, и има муслим приводит этот хадис под номером 2500, а также сам Хафиз ибн Асакир приводит его в своем другом многотомном труде, под названном «Тарифу Димашк», том 54, страница 32. Далее, пойдем в следующий, далее, приведем хадис, потому что посланник Аллаха тоже передается, «Ан Амир ибн Абий Амир ибн Аш'ари, «Ан Абий, который передает от своего отца Анин-Набии, от пророка, который передал в свою очередь, это от пророка Мухаммара, салли Аллаху алейху алейху асаляму, который сказал, как прекрасен живой лев», здесь имеется в виду Абу Хай, Минал-Яман, и Аш'ари, говорит, «Вал Аш'ари юн, лаяферруна филикитар», они не убегают во время сражений, «Хум минни ваанаминхум», «Ани от меня, я из них», обратите внимание, часто он повторяет эти слова в хадисах, я лишь выборочен некоторые, также есть другая версия этого хадиса, «Нимал-Хайю л-Азду вал-Аш'ари юн», сказано, тоже об одном из племеней, «Аш'ариту», «Ал-Хайя», «Азда» и «Аш'ари ты», тоже самое дальше, «Лаяферруна филикитар», «Валаяферруна», «Хум минни ваанаминхум», далее, следующая версия, которая приводится, в этом же ключе, и указывается в другой версии хадиса, о том, что قال رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал, «Аль-Азду вал-Аш'ари юн минни ваанаминхум», «Азд», «Лэми Аш'ари ты», «Аль-Аш'ари юн», «И Аш'ари ты», «Минни ваанаминхум», «Они от меня, я из них», далее, смотрите, это сколько версий, везде Аш'арити упоминается, в доставленных хадисах, «Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم», «Каля رسول الله», то есть перейдется «Абимуса», опять-таки от Абу Муса «Аль-Аш'ари», славного сподвижника Продорока Мухаммада صلى الله عليه وسلم, «Каля, который сказал, «Каля رسول الله», «Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم», «Сказал, «Инни лааарифу асвата рифкат аль аш'ариين били Кур'ане», «Ваистинно я узнаю голоса аш'аритов били Кур'ане», то есть чтением Кур'ана их голоса узнаю, «Ва ин кунту лам ара маназилахм, хотя я не вижу их домов, хина назару бин ннахари», когда днем имеется в виду, «Ва а арифу маназилахм, я также узнаю об их жилищах, мин асуатим по их голосам били Кур'ана били Лейли», когда они их читают ночью, вечером, «Ва мин хум хаким», «Хаким», «Сердяных хаким» имеется в виду, это может быть и имя человека, это может быть и описание, как цифра, мудрец. Далее, в другой версии этого хариста сказано, тоже переделись от Абу Муса ла Аш'ари, радаи Аллаху анху, аннинабият пророка, Мухаммад Расулли Аллаху, который сказал, «Инни ва истинну я ла аарифу, ла аарифу, асуат луфкат ла Аш'ариин, били Кур'ана хина ядхолуна бил Лейли», «Ва истинну я узнаю голоса Аш'аритов, чтением Кур'ана, когда наступает ночь, «Ва аарифу маназилахм, и я узнаю об их жилищах, мин асуати им по их голосам бил Кур'ана бил Лейли», когда они читают Коран ночью, «Ва ин кунту лам аараманазилахм, хина назалу бил Нахари, хотя я днем их жилищ не вижу», «Ва фиهم хакимун», тоже, среди них хаким, то есть мудрец, «Ида лақия лхайла ау ладува, каада лахум, инна асхаби я амруна кум, ан таназурухум», и так далее, и следующая тоже версия, тоже от Абу Муса ла Аш'ари, радаи Аллаху анху, вот начиная 166, 167, 168, 169, 170, 171, тоже, где пророк Мухаммад, салли Аллаху али ассалам, сказал, «Туисама инни ла арифу маназилал аш'ариин», аш'ариин, аш'ариин, смотрите, сколько раз встречается в достабренных хадисах пророка Мухаммада, салли Аллаху али ассалам. Далее, смотрите, следующая версия хадиса, «Квала Расулу Аллахи», посланник Аллаха, салли Аллаху али ассалам, уже на 172-й странице говорит, «Иннаху это лаядул люди указывает на правдивость, на чистоту веры аш'ариин, то есть «Иннаху лаядул люди аля хусны имани аш'ариин, хусна асуатихи мир Кур'ан». То есть на правдивость, на чистоту веры, на правильность веры аш'ариин указывает красота их голосов, то есть их чтение Кур'ана. Что вы на это скажете? И заключение ко всем этим хадисам указывается далее, что когда был неспоставлен аят 54-й суре Аль-Маида, в котором Всевышний Аллах сказал, «Аууду билляхи мина шайтан рожьим фасаву фаят ляху билляху мин юхеббу ма юхеббун аху и Аллах приведет людей, которые любят, которых он любит и которые любят его». И когда этот аят, аят 54-й суре Аль-Маида, 5-я суда Корана, когда этот аят был неспоставлен, قال Расулу Аллахи посланник Аллаха салли Аллаху алейху асаллим обращаясь к Абу Муса аля Аш'ари сказал, «Хум каву мука я Аба Муса они», то есть те, о ком сказано в этом аяте, это твое племя, это твой народ, те, которые выйдут из твоего потомства, те, которые будут следовать за ними, а кто где-то задеть или нельзя нам отрозваться тут ибн Таймия и другие, где, кто вышел, Абу Лихасана аля Аш'ари, то есть мы находим методологию, которую следовали мусульмане, которых именуют аш'ари в плоте настоящего времени, он был прямым потомком по мужской линии девятым правнуком, вот это славного сподвижника пророка Мухаммада аля Аля Аш'ари рада и Аллаху которому пророк Мухаммад сказал, что это твой народ, те, которые выйдут из твоего потомства и те, которые будут следовать за ними и те, которые будут именоваться так и после этого появляется Кират Кирска и говорит Аш'ари ты сами себя вывели назвал Аш'ари Ахлю Сунной назвал их следующими прямому пути сам посланник Аллаха сказал что они от меня и я из них далее в другой версии передается что то есть когда вот этот аят 54 был использован из суда Майда что Аллах приведет людей которых любит он и которые любят его у посланник Аллах обращаясь к Абимусу Аля Аш'ари Радия Аллах он сказал это твой народ Абумуса указал на него другим сказал это его народ имею ввиду то есть Абумус столько появляются люди безродного племени которых вообще не знает никто какая родословная у Ибн Тайми у Ибн Тайми у Ибн База у Ибн Усей расскажите покажите упоминание хотя бы об их народах об их племенах хотя бы намеком чтобы посланник Аллаха сказал что-либо подобное то что сказал Абумус Аш'ари указывая на его народ на его потомство на тех кто выйдет из этого племени и будет следовать тому чему следуют они в защите религии исповедание исламской религии покажите что-нибудь подобное нет ничего подобного поэтому вот такие выходки будь то Киратлинского и подобных тем все время которые пытаются каким-то образом задать там Аш'ари где сказано об Аш'ари вот в хадисах сказано достоверные хадисы я вам сколько их прочитал еще много столько и больше даже непрочитанных которые приводятся и в Сахиха Бухари в Сахиха Муслима и в других сборниках хадисов что вы на это скажете даже само по себе название то что это название что Аш'ари назвал сам посланник Аллаха говорил что я из них они от меня что они от меня и я из них это уже даже причисление к этому является благородным является хорошим признаком что говорит о так называемых ученых Ахар-сунна которые не ученые Ахар-сунна выявили а кто выявил Киратлинский выявил или какие ученые Ахар-сунна те которых я упомянул или подобные им из числа Мушабиха и Муджасима которые уподобляют Аллах творение и которые поклоняются какому-то объекту которого они описывают и весами и тяжестью и размерами и сиденьями и восседаниями и соприкосновенным строном и так далее и так далее и прочими мерзостями и скукой и тенью с чего только они там и ряда то есть накидкой что у него есть и уподобляют какому-то молодому юноше безбородому которого так много цитируют и в Ните Амия Сверющимися волосами в каком-то одеянии и так далее вот эта вся ересь у них является таухидом и носители этой ереси у них являются ученым Ахли Сунна а ученые Ахли Сунна которые следовали именно за тем за чем следовали такие как Абуль Хасан Аляшари в своей методологии о которой Муджес подробно разобраны все эти вопросы книга состоящая из более чем 800 страниц печатного текстула ознакомьтесь и вы увидите кто на истинный а кто заблуждений вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату